Всем привет, на связи TechSat. Сегодня у нас на обзоре 5 мотоблоков сезонных, как говорится, по сезону берут, но у нас мы такие везучие люди, что у нас берут всегда. Так как мотоблоки у нас спрашивают чуть не каждый день, мы практически всегда держим их в наличии. И по 3, по 4, по 5 штук. Сейчас кратко расскажу и покажу, что у нас в ассортименте. Первый у нас на обзоре это мотоблок, а точнее культиватор Чемпион. Чемпион 6,5 коней, серия культиваторов А также в этом мотоблоке имеются быстросъемные колеса, которые легко откидываются. Оттянули рычаг убрали зафиксировали работы. Колеса вернули в исходное положение чуть-чуть надавили и спокойно он передвигается. Можно вернуть обратно его домой, сарай. Данный культиватор фирмы Чемпион мощность у нее 6,5 лошадок что достаточно до 15 соток обработки. В основном берут на 6-12 соток вспахивает хорошо, даже берет целину. Фрезы позволяют. Достаточно крепкие, кованые. Бак у нас тут на 3,6 литра имеется естественно воздушный фильтр карбюратор, все стандартное стартер, ручной запуск кнопка вкл-выкл у нас на самом двигателе находится масло, чтобы залить масляный картер объем у нас тут 0,6 бутылочки продаются по 0,6 бутылочку открыли, залили 5 часов моточасов отработали, заменили масло все, можно работать. Данный агрегат поступает полностью пустой, без бензина и без масла, так что будьте внимательнее перед запуском залейте масло в масляный картер. Ширина вспахивания идет 40, 60 и 80. Данный агрегат очень популярный, потому что он выполняет все свои функции, практически не ломается. Отличный вариант для от 6 до 12 соток. Культиватор фирмы Deo, фирма корейской, производства естественно Китай. Как вы можете видеть агрегат намного уже больше, топливный бак уже намного больше, на 4,7 литра. Ширина вспашки у данного агрегата идет 60-80, одни фрезы только снимает с пара. Также имеется транспортировочное колесо, но тут уже происходит по-другому транспортировка. Нужно его приподнимать вот так вот и транспортируется. Берем к примеру чемпион, одна скорость вперед, одна скорость назад. У этого товарища уже задняя, нейтралка, вторая и первая пониженная идет, если брать целину. Также стандарт, как практически как у мотоблока идет сошник, можно накинуть навесное оборудование на него заднее. Мощность данного агрегата 7,5 коней, уже намного мощнее. Это между культиватором и мотоблоком. Он еще не определился, кто он. Данный агрегат у нас 7,5 лошадок, 59 килограмм он весит. Фирма Deo. Следующий аппарат у нас идет фирмы Stecher. Кто не знает фирму Stecher, все знают фирму Zubar. Это дочерняя их компания, также как Zubar выпускает Kraft Tool, Steyr, Sebin и так далее. Появилась у них серия мотоблоков фирмы Stecher. Подешевле, побюджетнее. Там металл чуть потоньше, фреза чуть потоньше металл. Но все работает, все проверено. Данный агрегат поступает на колеса, как вы видите, пневматические, сразу уже накаченные. Также в комплекте идут фрезы. Ширина спашки стандартно у нас идет 40, 60, 80. Стандартная мощность на 7 лошадиных сил, а также на двигатель установлен двухрычейковый шкив, чтобы вешать на восьмое оборудование. Для этого все есть. Накидываем стопорные пальцы, фиксируем. Роторная косилка, либо снегоуборщик. Данный агрегат недорогой, хорошо работает, уже проверено продали уже около 30 штук по всей России отправляли, все довольны. Пишите в комментарии, ответим на вопросы, где купить и как купить. Идем дальше. А дальше у нас на обзоре мотоблок от фирмы Deo. В данном агрегате у нас 7,5 лошадок, бак на 4,7 литра, ширина вспашки 40, 60 и 90 мм, 900 точнее меня есть миллиметров. Ручки регулируются по высоте, не имеет значения какой у вас рост. Также есть откручивающая ручка, чтобы ее повернуть. Практически на 180 градусов поворачиваются. Это вы когда плуг установили, вместо сошника. И грубо говоря, стоите рядом, он пошит, а вы просто держите газ. Кнопка включения у нас находится на рукоятке, также ручка газа. С этой стороны установим блокиратор. Нажали, зафиксировали, все, он работает на оборотах. На второй рукоятке, на правой установлена регулировка оборотов. Больше, либо меньше. Все это легко, одним пальчиком регулируется. Удобно. О данном агрегате у нас три скорости. Также переключается рычагом. Задняя, нейтралка, вторая и первая. А первая у нас идет пониженная, чтобы брать целину. Так, ручку возвращаем на место. Одному, в принципе, спокойно можно справляться. Дополнительный оператор не нужен. Рычаг регулировки наклона ручек. Можно и так, можно и так. Так как у меня рост примерно где-то 183 сантиметра, удобно будет у меня вот так вот. Держим и, естественно, закручиваем. Покрепче затянули. Все. Сочник отрегулировали, фрезы поставили. Ширина у нас 60-80. Берет спокойно целину. Тоже проверено. Живые отзывы, естественно, присутствуют. 7,5 коней. Бачок намного больше, чем у других. Стандартный бачок идет 3,6 литра. У этого товарища идет на 4,7 литра. Бензин используем только 92-й. Естественно, впереди идет масляная крышечка. Открываем. И стандарт идет, как видите, 0,6 литра. Перед запуском, естественно, залейте маслом. Имеется карбюратор. Стандартный запуск. Сначала открываем топливный кран. Бензин он пошел, подождали немного. Дернали раз-два, завелся. И начинает он дергаться. Это холодный запуск. И открываем воздушную заслонку. Все, аппарат работает. Заслонку и топливный краник закрыли, когда завершили работу. Стандартно у нас установлено 3 пальца быстросъемных, чтобы повесить плуг, окучник и другое навесное оборудование. Как и назад, так и вперед можно установить. А следующий у нас подъезжает мотоблок Кайман. Кайман довольно-таки давно производит свои агрегаты. Занимается чисто садовым инструментом. Этот агрегат является французским. Двигатель тут стоит японский. Система Варио. Это что означает? Изначающая помощь оператору при работе с целеной. Данный агрегат рассчитан на 15-22 сотки. Берет целено. Тросовое переключение скоростей, никаких рычагов, как на тракторе либо на танке. Все тросовое идет. Регулировка оборотов, переключение скоростей. Первая нейтралка, задняя нейтралка идет и вторая скорость. Для понимания тут есть рисунок какая скорость на каких оборотах что мы используем. целины используется самая первая скорость. Почему? Обороты идут 30-80. Боль идет сильнее усилия и он вгрызается в целену и начинаем вспахивать. Это если перепахать надо переключаем на вторую скорость. Снимаем блокировку. Нажали и поехали. Естественно выбрали по оборотам как вам удобно чтобы не бежать за ним. Естественно тут у нас установлен сошник для углубления для комфортной работы. Откручиваем меняем изогнутый вниз чтобы он врезался в землю и вы спокойно на одном уровне пахали. Также на этот агрегат картофеля копалка окучник плуг устанавливается. Если когда работаем целиной вместо резиновых колес ноги можно установить грунтозацепы и он будет намного лучше держаться на земле. Двигатель у нас идет японский фирма Subaru на 6 толщинных сил. Это вполне достаточно для данной конструкции. По опыту сколько привозили мне в ремонт именно Кайман это цифры были кошмар конечно 15-20 у них еще дорогая фирма есть не и Тайман а Hubert их тоже эти агрегаты приносили от 17 лет и больше тросик порвался еще что-то по мелочи двигатель работает как часы ну естественно установят либо Subaru либо Honda агрегаты обалденные цена конечно да не спорим но это качество на многих мотоблоках которые мы ранее смотрели чтобы заменить колеса на фрезы надо выложить на бок наклонять вперед данного агрегата это не надо можно сразу установить фрезу если вы не используете тележку а тележку можно на этом агрегате использовать мы сняли колеса установили фрезы поработали и через весь огород тащить мотоблок такого не может в основные не могут почему потому что в них нет транспортировочного колеса а французы молодцы установили доп колесо которое естественно откидывается колесо вернули фрезы стоят не переживаем подняли его вперед вот так вот подняли и едем к своему дому с конца участка ну что ж мы сделали маленький обзорчик на мотоблоке культиваторы это у нас чемпион культиватор мотоблок что-то штехер от фирмы зубар мотоблок фирмы и мотоблок от фирмы кайман который из франции данные агрегаты у нас практически всегда наличие мы держим каждый день потому что не имеет значения начало сезона середина сезона каждый божий день приходит а есть а есть а культиватор а электрический а пневматический и так далее и так далее мучает мучает вопрос мы держим все в наличии звоните пишите будут вопросы какие-то пишите в комментарии я отвечу на все ваши вопросы купить без проблем все в наличии если что-то нету то что вы хотите укажите напишите закажем привезем спасибо за просмотр ставьте лайки пう не му телефон пожалуйста пожалуйста скажем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok